Всем привет! Меня зовут Ирина. Я официально обозреватель косметики Арифлейм. Каждую неделю компания мне высылает новинки следующего каталога для того, чтобы я протестировала и рассказала свое честное мнение, как мне этот продукт. И сегодня я вам расскажу о новинке. Это жидкие матовые тени The One. Сейчас идет бьюти-тренд на жидкие тени. Более подробно разобраться в этом вопросе, рассказать 10 фишек, почему вам стоит приобрести именно жидкие матовые тени светлого оттенка, зачем они нужны, как их правильно наносить, для того, чтобы макияж выглядел шикарно, чтобы он был более устойчивый. Очень часто, когда вы покупаете какую-то новинку, и если вы до конца не разобрались в технике, в особенности нанесения, она может просто у вас лежать, и вы выбрасываете свои деньги. Поэтому прежде чем покупать какие-то новинки, я рекомендую вам изучить, как их правильно применять, распробовать, как технику нанесения, фишечки. Я знаю, что вы влюбитесь в эти средства, они будут вас радовать. И за непривычные формы эти бьюти-средства считаются более для продвинутых. На самом деле разобраться — это очень простые тени в использовании вам как база, если вы хотите сделать макияж в повышенной устойчивости. На этой базе косметика, даже если вы будете использовать другие сухие продукты, сухие тени, будет макияж мега-суперустойчивым. Кремовые тени можно носить как подушечками пальца, так и при помощи кисточек. Сухие тени натуральными текстурами ворса, а кремовый тень носить кисточками из искусственного ворса. Тени можно носить как на руку, так и при помощи аппликатора, который здесь есть. Он достаточно удобный. Если мы будем наносить при помощи пальчиков, то это более мягкое нанесение, текстура становится более легкая, пальчики разогревают продукт, и нанесение получается очень хорошим. Второй вариант нанесения мы будем наносить при помощи кисточки из искусственного ворса. Как вы видите, здесь нанесение получается более плотным. Пока продукт не застыл, нужно вбивающими движениями наносить. Так мы припечатываем текстуру, делаем макияж более устойчивым. Не забываем растирать границы, чтобы у нас не было каких-то четких переходов. Конечно же, вы можете оставить такой макияж, добавив буквально стрелочку. Здесь легкий оттенок, переход, бежевыми, нюдовыми, какими-то оттенками я делала. Использовала только небольшую стрелочку, а я хочу сделать вечерний макияж. Поэтому я проэкспериментирую и добавлю второй слой продукта, чтобы оттенок был более заметен, более плотный. С продуктом этим очень легко работать. Также уделим внимание вот этой вот области, потому что ее нужно осветлять. Такой взгляд получается более открытый. Я никогда не использую монохромный макияж. Мне нравится выделять глаза. Использую другой оттенок. Первый взгляд именно такой оттенок может вам показаться. Так это же примерно такой же, как консилер. Сравним, нанесем. Первый попавшийся консилер у меня практически закончился. Это опять же таки говорит, насколько я пользуюсь или не пользуюсь оттенками. Два оттенка. Консилер с розовым потоном. Более плотной текстуры, как тональный крем. Если мы берем матовые тени, то это вот, знаете, вы прям чувствуете, как песчиночки, маленькие-маленькие крупиночки, пудра, легкое нанесение и вот прям в мельчайший-мельчайший тонкий слой. Немножечко подождав, продукт впитается, подсохнет. И тогда вы можете носить любые сухие текстуры. И в конце обзора я скажу 10 пунктов того, почему вам стоит пользоваться подобными матовыми жидкими тенями. Это тренд, который набирает популярность с каждым годом. Особенно комфортен для тех, кто носит линзы. При высыхании образует бархатную пудру, что придает такой матовый легкий финиш. В-четвертых, позволяет создавать эффект мягкого взгляда. В-пятых, это пять оттенков, которые вы можете использовать. Светлые оттенки сливаются с кожи и используются в основном как база, такой легкий мейк. Темные же оттенки используются больше в вечернем макияже. Через некоторое время на моем сайте я опубликую сводчи всех продуктов, потому что я собираюсь докупить и пересмотреть, перелопатить YouTube, чтобы как можно быстрее вам сделать сводчи на все оттеночки. В-шестых, такими тенями можно создать как монохромный макияж, так и комбинировать несколько, два, три оттеночка в зависимости от вашего настроения. В-седьмых, они подходят для ежедневного использования и ухаживают за вашими глазками. В-восьмое, устойчивая формула и защита от скатывания. В-девятых, модный эффект мягкого взгляда, если у вас были монохромный макияж. Ну и в-десятых, подушечками-пальцами вы делаете легкий макияж. Если вы используете кисточку, то нанесение будет плотное для создания интересных бьюти-образов. Если это видео наберет 100 лайков, я пойму, что вы хотите посмотреть, как я делаю этот макияж. И вдохновлялась я вот таким вот образом. Напишите также, получился или нет у меня такой бьюти-образ. Жду от вас комментарии, лайки.